Добрый день всем докладчикам, участникам нашей секции и гостям. Начинают работу секции «Фольклор и литература как устные и письменные типы трансляции языков культуры». У нас достаточно большое количество участников, больше, чем здесь отмечено. Поэтому я предлагаю с самого начала как-то обозначить регламент. Предлагаю всем максимально 10 минут. Согласна, да? Хорошо. Так, первый докладчик у нас, Юзан Клей, университет Джорса Мэйсона, США. Согласна, как передача биокультурного наследия Сахар. Пожалуйста. Я вижу, микрофон в том, что надо голосовать. Спасибо. Угу. Учебова, конференция, катачилари и лжитара. Умьиокт хэфали бари тэн хатан ханрабаттин. Удейн мин билабин обетки хэфали билбет. Удейн англиски димин тирабет тилбин ханрабин. Хэфа. Согласна, я скажу! Хэфа-кэфа! Хорошо. Ахоккай Я могу по-русски как я могу говорить, если это лучше. Хотите? На английском, на своем языке. Да? Сколько людей понимает по-английски? Пожалуйста, покажите ваше. Тогда я как-то могу по-русски говорить? Хорошо? Я буду сегодня говорить, поскольку Осёхай имеет отличный экземпляр веокультурный передачник, культура народовства. Может быть я просто... Это да? Ага. Но пение это поскольку человек был на земле за отношение к разным людям и тоже отношение к природе. Но сегодня на нашей планете идёт много изменений, которые... Это... Челлендж? Кто знает, что русский челлендж? Вызов. Вызов. Ага. 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 И какой-то опыт, чтобы померить, как Охока идет, как раньше или нет. Сейчас очень много челленджей. Somebody already said before, what challenges is. Вызовы. 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 Очень много вызовы. Спасибо за помощь. И в прошлом году, и в этом году, когда я взяла интервью из местных людей, я просила про Исех и Исеха. Как меня стало интереснее слышать описывание, как это было, как они были маленькие дети на Исеха, как они поняли. Ну, например, это один человек сказал, когда я была маленькая, я помню, вспомню, когда Охока никогда не окончила на Исеха. Но это, как можно сказать, это... Но я понимаю, я открывал интернет и ватсак и так далее. И даже люди говорят про это. Говорят, что это не так раньше. У нас был очень важный момент на Исеха, чтобы узнать новости. А сейчас Юности смотрит на другое место новости. На сотовой, вот так. И тоже проблема в том, что в детсаде в деревне, сейчас воспитатели говорят, что дети тоже по-русски говорят. На детсаде, на якутской деревне. Поскольку они смотрят на YouTube целые ночи, целый день. И они даже говорят, что мы не можем по-якутски говорить. Мы лучше по-русски говорят. Но я считаю, что это очень важный момент у нас, если мы будем говорить про проблема языка. Начинаем изучать дети по-русски, говорить. Надо подробно поговорить. Но спасибо за внимание, что я по-русски так хорошо говорю. Здравствуйте всем. Я очень рада здесь быть. И я сделаю огромные изменения, что я не успела перевести свой датват на русском. Но я могу принимать вопросы на русском. Пожалуйста. И тоже, я всегда, когда я выступаю в якутске, я чувствую, я выступаю стритом. Потому что это корректировки. Так, я буду говорить на английском. The title of this paper is From epic bards to pop stars in northeast Siberia. Someone with patriotic education. Я думаю, что я буду слишком долго говорить. Нет, ну, что это будет слишком долго, поэтому я буду сокращать его. My ethnography traces the continuities between two forms of expressive intervention linked by their situation in a single territory, the Republic of Sakha-Lakuitia in north-eastern Siberia, and community, the Sakha people. The Sakha epic recital is 60 years ago, called the Alancourt, and the contemporary Sakha pop industry at first sight have little to do with each other. However, I hope to show here how pop music has become a natural sight for ordinary Pete Sakha people, not shamanic activists or the intelligentsia, to celebrate their sense of the power of nature associated with human community. Further, the case of Sakha pop, pop, здесь я садлый стартная музыка, is one instance of the power of language to create and act, rather than simply to transmit content. To start with my example, my ethnographic example, in August 2014, a young Sakha woman was celebrating her wedding in Yakutsk, Sakha-Lakuti's capital city. She had hired the cafeteria of a local college for the occasion. The large room was full of guests, sitting at long tables loaded with plates of food. We were entertained as we ate and drank by performances from a small selection of well-known Sakha pop stars. The evening's compare announced each singer's entrance in excited staccato Sakha language, before someone switched on the backing music and the star burst into the room, resplendent him in a beautifully made coat or dress, to sing and dance amidst the tables of guests. Each singer performed a couple of songs to the enthusiastic applause of the guests, before leaving hurriedly for their next appearance at a different party. One up-and-coming singer, Vitaly Achirov, followed his first poppy, cheerful offering with a shamanic prayer. He invited those presents to shut their eyes and hold their hands up to the sun, as he slowly and respectfully asked the upper deities and spirits of nature to bless the couple and all present. This type of prayer is called an al-ghuz in Sakha. When the moment was over, he took his leave and, like the others, sped off to his next engagement. Sakha pop music has emerged out of the Sakha people's transition to an increasingly urbanised post-industrial social order, which was kick-started by the Soviet-era introduction of technologically advanced agriculture and industry. Although earlier centuries of Russian administration had profoundly changed Sakha ways of life, they continued to differ substantially from those of European Russia. Despite the inroads made by Russian Orthodox missionaries, Sakha cultural forms at the start of the 20th century were shaped by interactions with a vast cosmology of area spirits, such as Ichi or the benevolent Ali, deities, epic warriors, ghosts, and the Baha'i demons. These beings and their relationships in long-improvised songs performed by other... The Soviet government, however, saw that there was no place for epic warriors or area spirits. Most Sakha people now live and work in centrally heated tower blocks rather than the isolated wooden homesteads of their grandparents. In tandem, of them spoken of as obsolete. Sakha populations increasingly turned to new forms of popular music that were promoted, whether they were Russian or Sakha language performances. Contemporary Sakha people now have a huge variety of Sakha language popular music to choose from, along with a deluge of Russian and foreign imports. Pop concerts are a feature of life in Yakutsu and the regions, especially during the winter. But what do shamanic prayers have to do with a popular cultural form that is overwhelmingly global and secular? Achirov and his colleagues spend most of their time with objects and institutions that have emerged from European cultural traditions, such as mobile telephones, recording studios, fashion houses and glossy magazines. Why, then, are these people recognised in Sakha Putia to have access to the spirits of nature so that their prayers are effective? I'm going to address this question through examining the differences in phenomenology that so often seem to underlie varying life ways. Tim Ingold has synthesized ethnographies from northern regions into a region. In the UK, here's the language and here's the language. So, let's hear the language. And here's the language. And here's the language. What you're talking about. So, what you're talking about. And we wanted to hear the language. We could hear the language. Well, please. We've come to the case of the name of the first time. We've come to the main subject. Well, please. So, let's do it. Микрофон, пожалуйста, Георгий. Это самый главный абзац, но это тоже самый сложный, потому что это террористический момент. Так что не беспокойтесь. Получается, я сейчас буду вам рассказывать про самые сложные аспекты? Нет, я сейчас через исследование разницы в феноменологии, то есть понятие о том, что есть. Этот эффект базировано на опыте человека, личности, и приводит к тем, что он определяет как потенциальное, а пост, иначе себя отличаются. Вы тоже понимаете, что это действует внутри этого пространства. Да, да. Экзаменация самых известных и экстенсивных Алан-Хо эпик Нургун Баттер показывает опыт человека и среды, которые живут, ну, жили. Экзаменация, которая совпадает с описанием Инглда. Экзаменация, которая совпадает с описанием Инглда. Экзаменация, которая позволяет инфицировать стабильные категории человека, животных, душ или природы, потому что они очень близко к себе связаны с трудом. Нургун Баттер, судьбой Нургун Баттер, можно сказать, что его цель всей жизни было защитить, ну, так сказать, народ Саха и средний мир от подойдут. От Аббасы. Его мать, добрая Айи душа, ну, Айи богата, но он был отправлен, чтобы принести, чтобы... Он воспитывался... Он воспитывался... Он воспитывался... Спасибо вам тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аббасы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ихи Ису, профессор кафедры культурной антропологии университета Ханянске У. Ихи Ихи Ихи, и Кусянаме. Ихи Ихи Ихи, и Кусянаме, и еще раз важнейший антиферсиан эпик. Ихи, мы можем найти много исторических отношений в Антонах в Востоке, в Иране и Курин-Пенисула. Ихи, исторически, лингвистически, и культурально, это очень common, как и для нас в других странах, о культуре и языке между корей и якутами под названием алтайского языковой группы. Может, без микрофона? Слышно? Слышно же? Густная передача эпоса, содержащего историческую память, радость и печаль одной общины или народа, из-за ценности нематериального культурного наследия, которое восстанавливает потерянную культуру и возрождает забытую жизнь, в современную эпоху расцвета передовой техники и искусственного интеллекта получают еще больше внимания как натуральный интеллект. Народным эпосом и путок является Алан-Хо. Алан-Хо, которое сейчас декламируется Алан-Хо-сутами, означает не просто особую устную передачу о традиции якутского эпоса. Эпос, достигающий от 15 до 30 тысяч строк, состоит из эпизодов о героях, богатырях, богах, духов, животных, но вместе с этим содержит современные события, такие как распад кочевого общества. Конечно, Алан-Хо пройдет через эпохи объединения, разделения и переселения разных племен. Оно расстоит на разнообразные формы и виды, но историческая память якутов и корни культурной традиции по сей день продолжают передаваться в республике Сахар. С этой точки зрения Алан-Хо – самая древняя эпическая традиция якутов, одной из ветвей тюркского народа. И древний персидский эпос Кушнаме имеет большое значение, как тема для сравнительного исследования. Кушнаме – большой эпос, превышающий 10 тысяч куплетов, начинается с истории народных преданий древних иранцев и включает события до падения засаминов в середине VII века. В композиции и способе передачи посредством сказителя Наргай этот эпос имеет много сходств с Алан-Хо. Нет сомнений в том, что структура и содержание Алан-Хо являются темой для сравнения с корейскими народными песнями, потому что якуты и корейцы, разделяя алтайский культурный пояс, в течение долгого времени имеют много общего в культуре и языке. В то же время основное содержание Кушнаме связано с Древней Кореей, и этот эпос оценивается как материал, знакомящий с историческими контактами и культурным обменом между Древним Ираном и Кореей. Данная статья посвящена сравнению особенностей и структуры двух эпосов, имеющих отношение к Корее, и поиск направления для создания культурного контента в современном смысле, потому что осовременивание традиций, связывая поколения, продолжает ценные культурные традиции и развивает их. Также статья содержит рекомендации для активации контента Алан-Хо на примере Кушнаме, по которому в Корее уже созданы получившие положительные отзывы, музыку, танцы, танцевальные спектакли, сказки, романы Мурцильвы. Танец, даже экшн-мюзикл, зарубежный мюзикл, романы написаны, написаны сказки, также были выставки, комикс был сделан, и заложенная в Алан-Хо, традиции и куток, чтобы передавать Алан-Хо. Алан-Хо является также исторической памятью народа, и чтобы сохранить его, чтобы передать будущим поколениям, нашим детям, также было бы очень хорошо, если бы Алан-Хо популяризировали, создавали современные контенты, и через него передавали свои знания будущим поколениям. Okay, you can do the last part, in conclusion. So this, I, this summarized as in conclusion, the how to do for the future project, in Köln-Buk. We always have to think about what direction we choose between the traits of the mythological structure, which is in the everyday life of a human, передающейся устной традицией истории о героях, историческим восприятиям, которые как-то делают жизнь. Но эпос основывается на историческом сюжете о предках, о героях прошлых поколений. В этом смысле имеет проницательность Ольги Дэвидсон, которая считала, что если бы топонимы той эпохи, описания событий дошли до наших дней, то поняв их, можно было бы продвинуться вглубь истинной истории тех народов, а за которых нет записи в писемных источниках. Присутствующий здесь профессор Ким Чунг Сон, он начал первое исследование Алан Хо в Корее. И если это Алан Хо будет переведено на корейский язык, и уже тогда мы сможем заниматься дальнейшим исследованием Алан Хо и заниматься созданием современного контента на основе Алан Хо. К докладчикам у меня. Может быть, вопросы сразу задавать надо, потому что... А вы, извините, переводчик, вы слышите? А вы сказали здесь, да? На корейский язык? Нет, он не переводчик, он просто занимался исследованием Алан Хо. А, хорошо. А, хорошо. А кто собирается перевести на корейский язык? Useamientos на русский язык. Что ж, я говорю, что питается Por Не нужна Ваша помощь, потому что я не знаю русского языка, поэтому надеюсь на Вас. Потому, если переводчик eventual geworden, Likeanja voices не Zwopa yaz. Я думаю, что лучше сразу с якутском до корейской, потому что он был очень, очень, очень старый год. Связательно. У меня было очень часто, потому что мы можем использовать его. Якутина – якутина на языке. Якутина – это по-миндзак. Если я по-миндзак, то есть по-миндзак. Якутина – это по-миндзак. Якутина – это очень хорошо. Тогда отправьте нам якутского студента, студентку и мы научим его корейскому языку и пусть он переводит. Мы поможем ему в переводе на корейский язык, так что мы хорошо его обучим, да, научимся ему, что нужно. Нам нужен только студент. Окей, дэнкию. Спасибо. Следующий у нас докладчик Максимова Александра Витак. Университет Кемюнкс. Сюжет и мотива лебединой девы. Отписывается так. Герой встречает купающихся девушек, замечая лебединую одежду, он понимает, что это действительно лебедь. Он хватает одного из платьев. И потом выделяет следующие вообще черты этих сказок. Лебедь превращается в человека, сняв одежду, кто-то кладет эту одежду, и уходит замуж за этого человека, лебедь. И через какое-то время он находится в одежде, и опять улетает. В корейском фольклоре он базовый, он входит во все шесть типов, поэтому его называют базовым. И в якутском фольклоре этот мотив представлен сказкой «Славный Ючуэн», «Чучуй дан» и «Аланхо Ючугэй» и «Ючугэн» и «Кудалан Хучугу». Но в якутском фольклоре это у нас не лебедь, конечно, это стерк, но так же, как и лебединое дева, стерк может превращаться в человека. И потеряв свою одежду, она не может обратно превратиться в стерка. И вот охотник, он снимает с нее вот эти перья и делает ее своей женой, но когда она снова находит свою одежду, она улетает. И в этом плане эта сказка очень сходит с корейской сказкой «Фея и дровосек». И хотя в этих двух сказках с облаками утверждают, что облака ассоциировались с женскими грудями, наполненных молоком. И у индусов были богини Апас, которые из своих сосов питали землю. Это в основном, как вы видите, утки, гуси и лебеди. Это обитали в облаках, то есть это небесные источники воды. И поэтому их часто подопляли с водоплавающими птицами. Так, например, у скандинавов богиня подородья Фрея, она парит на землю в одежде и спирит и льет дождь на землю. И героини якутских и корейских сказок, они также могут быть рассмотрены в этом плане, так как они тоже матери, они женщины. Причем то, что они матери, используются их мужьями, чтобы удержать их на земле. В корейской сказке, когда дровосек встречает оленя, он ему советует, как ему жениться на фее и как ее удержать. Он говорит, не отдавая ей одежду, пока она не родит троих детей. Почему он так говорит? Потому что если она получит крылья, когда у нее будет двое детей, то она может второго взять в подмышку, первого второго, другую в подмышку и просто улететь. А если у нее будет третьего, она не сможет улететь без третьего. И получается, вот это вот ее такое материнское начало используется, чтобы удержать ее. В якутской сказке, когда Ходжугу поднимается, Ходжуген поднимается на небо, и чтобы вызвать свою жену, стерху, он щипает ребенка. Когда ребенок пачет, стерху появляется, и он сразу ее хватает, и так они возвращаются на землю. И так же они, обе небожительницы, они живут на небесах, они передвигаются на облаках. Фея в корейской сказке перед ее появлением, дровосек, замечает то, что вдруг собрались облака, полил дождь, и тут появляется фея. Так что это говорит о том, что она передвигается на облаках. И так же в Алан-Хо Ютюгээн, в Алан-Хо Джугур, так же и дева, так же и стерп появляется тоже на облаках перед своим сыном. И они обе так же приносят дождь. В корейской сказке фея, она поливает, она прызгает на землю, чем-то веточкой, и таким образом на землю падает дождь. Вот в Алан-Хо по этому мотиву. Получается, что и фея, и стерп в якутских и корейских сказках, они могут быть сопоставимыми с обычными делами, о которых говорил Афанасьев. И мы так же вот эти реликты, представления облачных дел, можем увидеть в других культурах. В Корее это так называемая Ун-Джэ-Пуин, которую можно перевести как госпожа облачной лестницы. Она была женой второго короля, королевства силы. И так же потом это все переросло в культ матери горы Ун-Джэ-Сан, то есть это тоже гора облачной девы. И к ней обращались с молитвами во время засухи, чтобы она принесла дождь. А в якутской культуре это могут быть небесные шаманки в Алан-Хо, так как они тоже передвигаются на облаках, они приносят дождь, и они приносят герою живительную влагу, чтобы спасти его, чтобы помочь ему. И вот эта живительная влага, она может быть сопоставима с грудным молоком, так как это тоже дает жизнь ребенку. Да, ну да, на этом все очень кратко. Какой мотив, где вот женщина-стерх, или вот женщина-леведь, да, она умирает? К сожалению, я еще такого не видела, да, не встречала, чтобы она умирала. Я могу сказать, сказки, вот, вот это сказали же, да, сказка, и там же главная героиня умирает же, когда герой ее уходит в перьях, и после этого героиня умирает. Да, этого нет? Такого нет, ну, схож, не, как, например, сказки Чучуидан, такого тоже нет, потому что героиня умирает, они просто ее как обманом заманивают, и она остается на земле. В Алан-Хо тоже нет такого, что она умирает, поэтому то, что героиня должна умереть, это, как, не, так сказать, константа, да, для мотива о лебеденной деле, для, может, что это не так, да. Это может быть, как вариант, наверное. В Калифе, когда такого мотива нет? Да, в Калифе нет такого, но есть, там, наоборот, умирает муж. Да, а там, вот, как вы видите, несколько типов, и есть там один такой тип, когда он поднимается к ней, но нарушив какой-то запрет, он падает на землю, и от тоски он умирает. Да, есть такой сюжет, да. А с этим сюжетом сколько материалов, ну, сколько вариантов? Я сейчас точно не скажу. Надо посмотреть. Именно в корейском пальфеоре? Да. Спасибо. В корейском сюжете письм не вставки, так как в лазурском пальфеоре тоже присутствует международный сюжет, а дед и дед и дед и дед. Нет, здесь иного нет там. Спасибо. Можно, да, можно сказать? Вот вы провели, да, сраблик, у нас распределение, анализ, да, вот этих текстов. И вот вы, по какой технологии это делали? Я основываюсь на вот Афанасии, на его, как, да. Афанасик это российский? Да, 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 который в славянской микологии занимался. И вот его анализ о лебединой девы, да, и я его, как, как он это описывает, так как он и анализирует, я основываюсь на том же, в принципе, как и он. И в первом примере было возможно... В этой каблице отраженача, часто использование корректных слов, параллельно или комбинат. Как мне кажется, это параллельно, но также использование просто по-перфекту, Паспенс. Паспенс. Совершенное прошедшее время. The book perfect describes completed actions in the distant past. Это уже совершенное действие в прошлом. In contrast to the duration of it all, the aspect of it is perfected. And it refers to events and actions completed in an earlier time period. It is very rare. То есть перфектность, она до глагола идет, получается. То шагуте. Завершенное действие. Это слово отрежает глагол. Но бывают случаи, когда после глагола позиция бывает. Очень редко, очень. Топография. Свери боемаеш. Будешчок сайеш. Версер. Туяги бащаки. So, the topographers had come to study the forests from Будешчок. Такого, как вы приехали изучать леса из какого-то леса. Когда было великолепово землячество с? Когда и почему было основано сообщество? А с этим Василий Аксёнов в джаване были только американцы. Но в то время Василий Аксёнов уже переселился в Союзничной войне. И да. So, as for the word-order of the good perfect, as you can see from the table, the auxiliary is almost always before the verb, but there are a few cases where the verb precedes the auxiliary. На таблице можно видеть частоту использования после глагола, перед глаголом и после глагола. So, conclusions about this Spanish word. Need to follow off-seal or in-perb order. Yeah. And this is generally considered more common to SDO languages. And... So, this causes variations in the syntactic roles in the class. It's necessary, so we have to do more research on the topic. And what is also very interesting is the reason for why in modal structures, the coordinator is the other way around. Someone wants it? Yeah. What is the reason for the modal structure? I do have a theory of that. And that is that this is the influence of Russian language. Where it's quite common to say, нужно было, надо было. And modal structures are very prone to get influence from other languages. Yeah, that's it. Sorry. No, thank you. Thank you very much, for... Thank you. Спасибо большое. Спасибо большое. Летние встречаются сегодня, где летние слова или слова, где летние значения. Поэтому я называл свое сообщение о все девкутские и где летние называния. Я не намерен рассказать о правильном обществе. Такая рекомендая именно тренирующего особого исследования. Переводю только на звание. Некоторые звания. Обнаруженные и зафиксированные гератологические склады или гератологические материалы. И умея, ну что, не все склада зафиксировали. Но, наверное, пропущены в условиях кратковременной поездки. Я нарушил сельской местности. Так что я человек из Тайфы, но не имел дела соловьеводства. Так мои родители были скадоводами. На полном, насколько я не работал. У меня был случай ездить на арене Эртик опытным коллективом районным центром. Для того, чтобы участвовать в учительских семинарах или перевести учебники, учебные пособы. По моему месту жительства в ноябре, постоянно приезжал караван на арене Эртик оленевских, сежеармских оленеводов. Они ели к своим и востокным оленеводам с опыльмеником. Такая же картина повторяется в апреле, только караван на арене Эртик направляется в северо-восток на северо-запад. Эти оленеводы едут спокойно, тихо, мирно, по своей здоровью. Не беспокоят местные жители, почти не общаются местными жителями. Но оставляют по-русски и приятным впечатлением. Выбереждают, что у него отца берегниющее занятие. Как караван на арене Эртик, северо-западе, 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 северо-западе. Дома жилиотства проникла из Вайкалия и вверху Яхамура в начале кровописочелетия нашей эфи. По фестопонтуру, яхутскому учебному, в начале эфи ванажа, велика преселения на Украине, из привайкальных, преселяется на луны, по-яхутски говорящей, олайненький народ, семежное яхутское происхождение. Потомкам, яхутскому, яхутскому, по мнению ученого, прожила теперь за поляным кругом Яхути, от полуоса Альмир на Западе до Месолы и Лихии Двихии. Более того, этот удающийся человек, историк и однобра, которым это сын, когда у меня был 50 лет, в Снафонте находим какие-то замечательные утверждения. Говор о лених и футов, а расходится от моря и футов скадоводов гораздо сильнее, чем последние между собой. Поэтому было бы сердцев разное русское наличие, прежде всего, на голову южные скадоводы и северные оленеводы. Такая проницательная версия ученых была высказана в то время, когда не было на югусском дилератологии, тем не менее, промерность такого утверждения, такого утверждения, подтверждается современным иератологическим исследованием. И этот удающийся югусский исследователь также выкатировал муставлеводческую культуру северо-югусской окраины, «Потколько она отличается от местной шунгусской, принесли лохарище югуты через бассейн-люе, задонгая, оранжая, нашествия, ахарище муставлеводческого вода, наступавший на всяю со стороны югусского окраина». «Может, наше производство технического инфектора не очень целено, но не очень рады для югусского муставства. «Может, наше со стороны югусского окраина?» «Может, мне кажется, что это все очень русские и летние годы шестого года, а также в русской армии, для которых я не знаю, что я снял, что я буду и ДАН, и ДАН, и ДАН, и ДАН, и ДАН, и СЛООН. И селом окрас реванизований». Продолжение следует... 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 Я подарил, также мессестрадатель от формы, то есть эргусизмы привыкают к себе формы как бы сутативности, а не ее быть подарим. Это поместительный залог, раздавилось. Сюда также мы отмечаем, в нашем случае, это категория наклонения. У нас обнаруживается очередная форма.